На сегодняшний день уже заготовлено 47% силоса у нас по району от планируемого. Передовики в этой работе – ходоровцы, там более 70% силоса заготовлено. 22 сантиметра кормовых единиц в общем кормов – это сенаж, сено, зерный сенаж и силос, которые мы сейчас заготавливаем, 20 сантиметра кормовых единиц на условную голову, плюсуем 4 сантиметра кормовых единиц к прошлому году. Ну, все, постепенно приближаемся к выполнению задания. Рано приступили к уборке кукурузы по сравнению с прошлыми годами, но потому что уже в связи с погодными условиями начала она подсыхать, поэтому мы приступили ее, чтобы не допускать дальнейшего снижения питательной ценности. У нас еще есть, откуда заготавливать, площадя есть, плюс часть кукурузы, которая была посеяна на зерно, будет переведена в кормовую группу, то есть у нас есть еще вот такой резерв. Если заготовить необходимое количество кормов, то прирост молока в зимнестойловый период будет обеспечен. А это значит, Литский район продолжит плюсовать в этой отрасли, как он это делал в течение последнего года. Воловое производство молока в текущем году к уровню прошлого выросло более чем на 122,5% и составило свыше 40,5 тысяч тонн. Среднесуточный удой на корову сегодня составляет около 13 килограммов. Год назад в Литском районе доили всего лишь 11 килограммов. Работаем мы стабильно, динамика к прошлому году по молоку у нас положительная тоже, по продаже 118%. Много внимания к качеству уделяем. У нас уже осталось первого сорта молока в целом по району на сегодняшний день 6%. То есть качество, соответственно, потому что разница очевидная по цене молока высокого качества и первого сорта, допустим. На тонне до 200 рублей доходит. Ну и пока молоко удерживается стабильно, несмотря на то, что в связи с низкой обеспеченностью кормами с прошлого года, которая у нас имелась, очень приходилось в течение всего пастбищного летнего периода приспосабливаться, где-то кормить зеленой массой. Ну это, конечно, негативно влияет, но удерживаемся. Продолжение следует...